Здравствуйте! Я хочу вам загадать загадку. В книгах я люблю лежать, чтобы ребятам подсказать. Где приятно мне лениться, стой начни читать страницы. Как вы думаете, что это? Правильно! Книжная закладка. Закладки появились давно. В Древнем Египте песцы использовали в качестве закладки кусочки пергамента, которые они приклеивали на свитки. А чуть позднее, когда появились рукописные книги, в качестве закладки стали использовать кусочки кожи или отдельные части растения. В те времена книги стоили очень дорого. А использование закладок не только облегчало поиск нужного места, но и сохраняло саму книгу, чтобы лишний раз не открывать ее. Итак, начнем. Сегодня предлагаю вам создать закладку. А для этого нам понадобится сама книга, лента, иголочка с ниткой, пуговки, ножницы. Итак, возьмем книгу и ленточку. Вот у меня ленточка. По краям здесь проволочка. Она такая жесткая. Вот видите, как хорошо сгибается. Подойдет и любая другая лента. Например, вот такая. И так, померяем ленточку на книгу. Какое расстояние, что надо отрезать. И так, примерно вот несколько сантиметров нужно отрезать. Вот так вот. Итак, у нас ленточку. Мы к двум концам ленты пришиваем пуговки. Пуговки можно взять любые декоративные или простые пуговки. Какие у кого есть. Итак, пришьем пуговицы. 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 Итак, закладка у нас почти готова. Примеряем. Книжку вкладываем. А сейчас самое интересное. Берем резиночку. У кого какая есть. Для волос или канцелярскую резинку. И скрепляем нашу закладку. Вот что у нас получилось. Сейчас еще покажу. Еще я хочу показать один секретик. Если у вас дома есть вот такая скрепочка, на нее можно привязать узенькую ленточку. Этого небольшого размера взять ленту. Отрежем. Кончики нужно немножечко запаять. Чтобы они не расходились. И теперь вот самое главное. Ленточку привязываем не сюда, а вот на это место. складываем пополам. И вот не где хвостики, а где петелька. Ее просовываем вот так вот. Вот так. А теперь узелочек. завязываем. Завязываем. Вот такая еще одну закладочку у нас получится. Спасибо за внимание.